Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. А сейчас мы опять находимся на пляже. Посмотрите, какие ровные спинки у девчат. Вот я специально вам показываю, какие ровные спинки. И мы опять будем говорить про копчик. Всем-всем интернет-сестрёнкам, интернет-братишкам, всей моей интернет-семье, всем только что, кто присоединился, всем большой привет, благословений Господних, радости, благодати и, главное, здоровья. Спина – это сейчас очень актуально. Настолько актуально, что многие даже себе и представить не могут, что от спины могут происходить все болезни. Вот я на спинке смотрю людей и думаю, как хорошо лежать на песочке вот так вот, на тёплом песке, на белом тёплом песке, раскладывать, вот как вот эти девчата, раскладывать косточки свои и своё тело, и прогревать именно на песке. Это очень важно. Я благодарю за каждый ваш комментарий и хочу прочитать как раз по теме. У нас была тема «Причины боли копчики». Доктор из Минска Ирина, она рассказала мне многие причины, и я была поражена, что одна из причин даже может быть сахарный диабет. Вот к этой теме мне написала Ириша Ирина Н. прекрасный комментарий как раз по теме. Я сейчас буду вам зачитывать и дальше рассказывать народные средства, как избавиться от боли, как помочь себе, и заодно показывать моё место, наше село. Пожалуйста. Это вот здесь вот заканчивается моя улица. Вот именно где колесо обозрения. Вот сюда она заворачивает, улица школьная, и здесь заканчивается. Посмотрите, какая красота. Это невероятно. А знаете, какие красивые фотографии делаем, когда просто катаемся на колесе обозрения, и вид сверху моря. Вот вы наверху, небо необыкновенное, а внизу просто бесподобное море. Итак, зачитываю. Ирина Н. пишет. Здравствуйте, Катенька. Тоже по вам соскучилась. И я тоже, Ириша. С большим интересом слушала про копчик. Я остеопат и кинезиолог. И вправляю копчик каждый день моим пациентам. Я во многом с Ириной согласна. Но остеопаты часто знают больше. Все перечисленные органы, названные как причина боли копчика, на самом деле страдают из-за неправильного положения этого маленького отростка. Он часто завернут внутрь малого таза и наклонен в одну сторону. Эта дисфункция приводит к защемлению полового или срамного или ягодичного нерва, что в свою очередь провоцирует или боль, или даже безболезненное, но нарушение органа малого таза с разными последствиями. Без рентгена мы умеем при помощи кинезиологического тестирования во время сеанса выяснить, есть ли нарушение копчика и сразу же устранить проблему. Пишет Ирина. Так, далее мы рассматриваем мышцы тазового региона и ног, которые крепятся к тазу и определяем там дисфункцию, часто нарушение связочного аппарата или самих мышц. Уже эта процедура приносит огромное облегчение и органы начинают лучше работать. И если пациент хочет полное восстановление, то, конечно, мы работаем дальше с постановкой каждого органа. Проверяем подвижность органов и согласовываем эту работу со всеми другими органами. Иногда даже с легкими. Все взаимосвязано в нашем организме. Но рентген тут не нужен, пишет Ирина. Специалист протестирует протестирует и поправит тут же. Я бы много могла рассказать, но не хочу умничать тоже. Нет, Иришка, вы не умничаете, а вы как раз-таки помогаете очень многим людям. Вы, Ириша, даже не представляете, сколько мне написали по поводу копчика и спины. Именно поэтому я эту тему сейчас задеваю. Так. Дальше. Дальше. Смотрите. Когда болит копчик, что могу сказать я, то лечение в домашних условиях подразумевает снятие воспаления, как я поняла, устранение болевых ощущений и ускорение кровообращения. Вот что я изучила. Значит, нужно... Ну, это так, вот, дилетант, поскольку я и делаю выводы из прочитанного, услышанного и понимаю, что нужно ускорить кровообращение. И подойдут такие действия. Соблюдение постельного режима в первое время постель, если травма копчика, например. Нельзя никаких делать себе нагрузок на позвоночник. Мне кажется, что вот вообще никакой нагрузки. Давайте заглянем вот в этот дворик. Вот наша улица. Вот, посмотрите, какие переулочки, какие у нас дворики. И пошли дальше. Вон мой супруг ведет нас вперед. Дальше, конечно, нужно применять гели и мази. Делать их нужно самим. Что использовать, какие народные средства, я сейчас скажу. После снятия острого болевого синдрома нужно выполнять, конечно же, упражнения лечебной физкультуры. Есть целый комплекс растяжек для усиления кровообращения именно в нижней части позвоночника. И мне кажется, не лишним будет знать, что подойдут обезболивающие народные средства. Они могут помочь избавиться от боли. Но, конечно, проконсультироваться с врачом обязательно. Есть основные рецепты. Сейчас я покажу вам дом интересный. Он вот такой вот узкий, узкий в нашем селе. Вот такой вот дом. Кстати, газа у нас нету. Сразу вот я говорю, вот этот дом, там все на электрике и солнечные батареи. Вот такие вот у нас дома. И пойдем дальше. По нашей улице. Кстати, одна из самых длинных улиц в нашем селе. Замечательнейшая. Посмотрите, какая красота. Просто потрясающе. Специально не пропускаю. Вот. Ну и какие же основные рецепты? Основные рецепты – это промытые листья свежего лопуха, 4-5 слоев, поместить на больное место. Вообще собирайте лопух, не пренебрегайте. Им же хорошо еще и полоскать волосы. А вот тоже мне нравится. Вот это вот место. Посмотрите внимательно. А еще можно сделать вот такой вот рецепт вам дам. Одну часть раствора уксуса смешивают с двумя частями меда. Вот именно уксус и мед. И вот такой вот смесью растирают копчиковую область ежедневно. И нужно учитывать, что мед является сильным аллергеном. Поэтому, конечно же, нужно проконсультироваться с врачом. Вообще, чтобы вы не начинали, всегда проконсультируйтесь. Еще есть такая смесь из одного блистера измельченных таблеток аналгина. 250 мл спирта, 10 мл камфорного спирта и 10 мл йода. Вот такая вот, скажем, ядерная смесь. Смесь следует настоять в течение 21 дня, а потом наносить на больное место. И процедура повторяется около пяти раз. Вот такой вот рецепт, он известен не только мне, уже давно и многим, но он очень дейстен. Вот это альбиция. Очень красивое дерево, которое цветет нежно-розовыми цветочками. А вот это, это гибискусы. У меня тоже их много. Сейчас я вам их показываю. Кстати, еще хорошо для копчика применять компресс из свежего натертого картофеля на область и добавить чуть-чуть, немножечко медика. Я в прошлом видео об этом, кстати, говорила. И отвары. Отвары тоже полезны. Такие лекарственные травы, как календула, полынь, листья герани. Герань у многих растет, и никто не знает, что она невероятно полезна. Это прекрасный метод лечения. Сделать остывший отвар, ну, остудить отвар и приложить к поврежденному месту в виде компресса. И хорошо компресс из настойки валерианы. Можно принимать внутрь по 20 капель настойку арники для обезболивающего эффекта. И моя любимая, конечно же, мась Вишневского. Вы сейчас скажете, и сюда она, и сюда. Да, и сюда. Мась Вишневского очень хорошо добавить в мась Вишневского немножечко, несколько капель камфорного масла. И приложить к поврежденному участку, зафиксировать. Можно еще пару капель мятного, именно перечной мяты. Вот. И вот зафиксировать. И процесс воспаления устраняется спустя несколько процедур. Это не значит, что один раз мась Вишневского, а несколько раз нужно приложить. Вот посмотрите, какие у нас дворики. Заглядываю, показываю вам, какие труженики живут в селе железный порт. Просто труженики. Вы не представляете, какой труд стоит вот содержать вот это вот все. Бешеный труд. Вот это вот такая красота. Каждый уголок. В каждый уголок заходим, чтобы увидеть эту прелесть. Так что не стесняйтесь, не думайте, что где-то там лучше. Нет. Кто хочет, он заметит красоту везде. А тут, посмотрите, какая прелесть. это бесподобно. Просто бесподобно. Везде можно набраться здоровья, привести себя в порядок. Посмотрите, как ровненько держат спинку молодые люди впереди, которые шли. Ну, а вот тут я хочу показать, обратить внимание на корейский дворик. Вот он. Вот такая красота. Вот. Так что, и компресс, кстати, из настойки валерьяны тоже можно делать очень хорошо. Лукоподорожник. Прекрасно. Просто берите, записывайте. Что касается меня, я полностью, конечно, ушла от таблеток, ушла от настоек, от аптечного метода. Давно не занимаюсь этим. Не первое десятилетие. Поэтому полностью только народными методами лечу, сделаю профилактику и посмотрите, какая красота. И, в общем-то, получаю удовольствие от тех растений, которые дают нам здоровье. но и в аптеке вот можно взять, например, как я уже сказала, вот мазь Вишневского. Ведь она в большом количестве содержит березовый деготь. Поэтому это натуральный продукт и очень полезный. Хорошо воздействует. Противовоспалительный. Мощнейший. Вот. Окопник. Прекрасная вещь. Например, взять окопник и подсолнечное масло. Одну столовую ложку окопника прокипятить с подсолнечным маслом и протомить на медленном огне. После этого добавить смесь витамин Е и одну четвертую часть стакана пчелиного воска. Вот вам мазь готова. Вот это мазь, из которой можно сделать компресс на пораженную зону, зону боли, ну, раза два в день. Но если совсем ничего нет, везде, в любой аптеке продают прополис. Можно же взять. Вот, кстати, пекарня. Цены. Посмотрите, какие цены. Кому интересно, зафиксируйте и увидите. Вот такие базы отдыха. И, кстати, если смочить в настойке прополиса ткань, как я уже сказала, что в любой аптеке можно прополис купить, в копчиковой зоне разместить вот все это на 30 минут и повторять процедуру каждые 5 часов. хорошо помогает. Еще раз говорю, что готовая настойка прополиса она продается в любой аптечной сети. Компресс из измельченных листьев полыни, подорожника, репчатого лука не выбрасывайте из памяти, лучше запишите. Берете такие компрессики и помещаете на больной участок. Держите до устранения боли. Просто замечательно. Кстати, опасно падение. Когда падают на копчик, то может возникнуть перелом копчика. И даже если подозрение, смотрите, сразу бежать к доктору. Сразу, немедленно. вот. Потому что без оказания квалифицированной помощи там есть риск повреждения спинномозговых нервов осколками костей. Это важно знать. А после получения медицинской помощи, если копчик ноет или еще что-то, вот тогда уже делаем вот эти мази, настойки обезболивающие и противовоспалительные, о которых я говорила. И конечно соблюдать нужно постельный режим. Обязательно. Хорошо, если растереть листья свежей полыни горькой до кашицеобразной массы и приложить к копчику, обмотать сверху бинтом. Держать 2 часа комплесс, не меньше. Вообще вещества, которые содержатся в полыне, они оказывают антисептическое действие. И конечно это способствует скорейшему заживлению. Хорошо, если жидкий мед, обезжиренный творог и 70% спирт. Все, вот эта смесь выкладывается на марлю и прикладывается. Это будет мощный, согревающий противовоспалительный эффект. из голубой глины очень хорошая смесь. Кстати, на Лемурийском озере у нас здесь есть такое Херсонское море, Мертвое море, даже процент соли больше, чем в Мертвом море. Уникальное, уникальное место. И там тоже есть голубая глина. И в нашем море, в Черном есть место, где я знаю, я оттуда беру голубую глину. И вот если приготовить смесь из голубой глины, разведенной в теплой воде, и одной чайной ложки яблочного уксуса, вот такой простой компресс из полученной такой смеси, наносить на область поражения, замотать целлофановой пленкой и теплой плотной тканью. И на всю ночь оставить повязку. Вот лечение копчика осуществляется за счет лечебной функции голубой глины. Она выводит токсины и способствует срастанию костной ткани. Из смолы я знаю ели, именно из смолы ели. Она тоже снимает воспаление, способствует зажимлению. Там значит натирают одну луковицу, размельчают 20 грамм еловой смолы, добавляют 50 миллилитров оливкового масла и меда, и медный купорос, даже 15 грамм. И вот так нагревают на медленном огне, пока все ингредиенты полностью не растворятся. И вот такую смесь остужают, намазывают больную область. Это Екатерина Яковлевна мне секрет сказала. Я, конечно же, с вами сразу делюсь. И на коже могут возникнуть такие покалывающие ощущения и небольшое жжение. Но так вот действует. Но необходимо знать, что использование вообще народных средств допустимо только при закрытом переломе или еще какой-то закрытой раны. А если открытая рана или торчащие какие-то фрагменты, это вообще недопустимо. Только медицинское учреждение. Ну и, конечно, при вот каждой такой мази консультируйтесь. Если копчиковый перелом, я знаю точно, нельзя принимать горячие ванны. Это 100% высокая температура воды провоцирует сильное кровоизлияние в соседние ткани и усилит симптомы воспаления. Это надо знать. Вообще любой ушиб это лед. Сразу накладывайте лед. Ну а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Огромное спасибо вам за все комментарии. Я их сейчас внимательно читаю и смотрю кто присоединяется к нам. Я остаюсь с вами и регулярно буду выкладывать видео. Пока-пока. Люблю вас. . Спасибо. Спасибо. Спасибо.